Российский актер Станислав Садальский вчера выступал на сцене русского театра имени Чингиза Айтматова. Обращаясь со сцены к зрителям, он заявил, что министр культуры Кыргызстана должен сесть в тюрьму или отремонтировать храм культуры. В Кыргызстане прекрасная публика, но таких ужасных гримерок я не видел давно. Нет, честно, там ногу поставить негде. Кыргызстанцы, донесите до отцов города, что театр нуждается в ремонте. У театра прекрасная архитектура и прекрасная акустика, но он просто разваливается. Микрофоны мы с собой не привезли, а эти здешние, в них звук все время пропадал. В целом и без высказываний зарубежного артиста заметно, что театр действительно в плачевном состоянии. К тому же и его сотрудники сами признают этот факт. Обшарпанные стены и замыкание проводки – это только малая часть того, что нужно отремонтировать. Как говорит заместитель директора драмтеатра Валерия Пак? Внутренний вид помещения уже совсем не тот. Ну, состояние театра, как и у всех, наверное, государственных учреждений не такое, как хотелось бы. От администрации я могу сказать, что по сильными условиями и вообще возможностями, которые мы располагаем, мы старались делать все, чтобы обеспечить комфортную работу. То есть элементарно, там, гримерки мы выделили те, которые имелись в самом подобающем состоянии. А касательно гардероба, я еще раз хотела бы подчеркнуть, что он у нас работает. Просто, к сожалению, у нас население в течение сезона, оно не всегда носит пальто. Но, сами понимаете, это такие тонкости. А гардероб функционирует у нас. Министерство культуры страны, которое непосредственно и курирует все театры, буквально моментально среагировало на высказывания артиста. В гостях обычно так себя не ведут, прокомментировали в ведомстве. Кыргызстан далеко не так богат, как Россия. Это ни для кого не секрет. Тем не менее, вышестоящие органы оказались давно в курсе, что драмтеатр терпит крах. И в этом году его обещают отремонтировать полностью. Если Садальский думает, что открыл министерство на это глаза, то он глубоко заблуждается. Руководство Кыргызской республики понимает важное значение русского языка как языка великой культуры. Поэтому в стране и работают такие культурные учреждения как русский драматический театр. Господину Садальскому стоило бы лучше поинтересоваться другими вещами, а именно куда идут огромные средства из российского бюджета, заявленные как поддержка русского языка и русской культуры за рубежом. К слову сказать, Кыргызстан поднимал на последнем заседании межправительственной российско-кыргызской комиссии вопрос о возможной поддержке именно для русского драматического театра. Но конкретного ответа мы пока не получили. Здесь не было капитального ремонта. Со времен Советского Союза здание устаревает и представляет собой плачевное зрелище. А зрителю хочется театральных зрелищ. Впрочем, русский драмтеатр не единственный. Большинство храмов культуры Кыргызстана нуждаются в реконструкции. Однако их финансирование при распределении бюджета, как правило, на последнем месте.